задержание боевика лнр золотом что произошло на самом деле какая ситуация с коронавирусом по обе стороны линии соприкосновения я шеф-редактор сайта новости донбасса богдан каркачев произошло много чего интересного за эту неделю устраивайтесь поудобнее пробежимся с вами по главным событиям быстро и внятно начнем украинские военные на этой неделе задержали боевика группировки лнр вблизи своих позиций у золотого лнр заявляет что взяли их представителя в сцкк так что же произошло и кто тут чего не договаривает украинская сторона сообщила что утром группа лиц с повязками сцкк под видом работ в разминированию вела разведку позиций оставленных вооруженными силами украины после разведения войск золотом в этот день украинская сторона дала гарантии безопасности на работы по оборудованию гпв золотое открытие которого самопроизошенные власти затягивают уже более года комментарии новостям донбасса украинская сторона в сцкк сообщила что военные заметили неизвестного человека на участке где согласно оговоренным условиям никого не должно было быть поэтому было принято решение его задержать у арестованного мужчины был военный билет группировки лнр украинская делегация в ткг опубликовала его фото кроме того у него при себе было оружие и боеприпасы что нарушает правила ведь зоне разведения никого оружия даже пистолета пм не может быть тем более у человека с повязкой сцкк у лнр версия событий на якобы безоружный представитель сцкк подвергся вооруженному нападению со стороны украинских военнослужащих при этом киев прекрасно знают что нахождение вооруженных людей на данном участке о контрольном пункте въезда выезда первомайск золотое категорически запрещено получается прекрасно знает и пасечник когда что делать пистолет макарова у представителя группировки лнр вместо признания свои ошибки там решили выдвинуть ультиматум украинской стороне либо освобождайте нашего человека либо никаких контактов по минскому треку кого же задержали это 43-летний вооруженец алчевска по имени андрей косяк гражданин украины который в прошлом году получил паспорт россии по данным украинской стороны еще с 2010 года косяк обвиняется в умышленном убийстве также как сообщается на его телефоне нашли кадры как под смешки он и его побратимы забавляются стрельбой из миномета куда стреляли не ясно но скорее всего по украинским позициями то есть с таким шлейфом шансы на его освобождение полагаю минимально даже после обнародования этих фактов группировки лнр заднюю не дают были отозваны все гарантии безопасности для проведения ремонтных работ и ограничены все маршруты миссии обсе требуют освобождения косяка до освобождения нашего представителя в сцкк продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным а теперь в луганск похищение украины и наблюдателя от лнр в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня андрея косяка на банковые охарактеризовали как предотвращение провокации луганские переговорщики на заседании контактной группы потребовали освободить андрей из плена запросы проигнорировали в донецке группа молодежи внезапно устроила митинг под отелем паркин требует освободить представители лнр в этом отеле базируется специально мониторинговая миссия обсе до сих пор со стороны украинских властей не последовало никакой внятной реакции на призыв отпустить наблюдателя из луганска молчат и обсе последняя стала причиной недовольства дончан самого утра не пришли к штаб-квартире миссии специальная мониторинговая миссия обсе приостановила свою деятельность после протестов возле ее штаб-квартиры в оккупированном донецке из соображений безопасности мы приостановили наши операции сказал ешар халит чевик обсе в этом инциденте заняла нейтральную позицию обошлись достаточно обтекаемыми формулировками участники встречи с трехсторонней контактной группе были проинформированы о инциденте произошедшем на участке разведения золотое первомайск на данном этапе важно избегать эскалации а также предпринимать всевозможные усилия чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем этот случай своем отчете о нарушениях обсе не зафиксировала там пояснили патруль был в том месте но самого происшествия не видел то же время отметили что готовы способствовать диалогу между сторонами мы же будем следить за развитием ситуации вокруг задержания андрея косяка не хотелось бы новых экскалаций или тупиков этого последнее время и так достаточно донецкая область 18 октября в красной карантинной зоне это значит что в регионе закроют общепиты трц кинотеатры образовательные учреждения рынки и спортзалы это уже четвертая волна жесткого карантина очередной вызов только здоровью украинцев медицинской системе но и бизнесу который при локдауне отправляется нокдаун а кто и в нокаут отдельных ограничений по транспорту или сообщению в области пока что нет но есть общенациональный теперь в общественном транспорте межрегионального сообщения с 21 октября как от водителей так и от пассажиров будут требовать к вид сертификат или пцр тест то есть проехать на поезде или автобусе из краматорска харьков без вакцинации или теста вы не сможете а вот из краматорска мариуполь пока что до минздраве сказали что это вынужденный шаг в связи со стремительным распространением к вида по ту сторону от линии соприкосновения тоже не все гладко группировка днр описывать ситуацию с хроновирусом как крайне напряженную подчеркивается что госпитальные базы продолжают работу в условиях колоссальной нагрузки на систему здравоохранения медработники прилагают титанические усилия для оказания помощи инфицированным пациентам однако количество заболевших к вид 19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения оказывать помощь амбулаторно и стационарно вакцинироваться соблюдать противообидемические правила призвали но никаких строгих ограничений пока не водили а вот группировка лнр из-за критической ситуации заболеваемостью к видам карантин усилила там решили закрыть спортзалы кинотеатры ограничили работу общепитов также закрыли прием в так называемых госорган как видно закрытие кпв на линии соприкосновения группировкам лнр и днр справляться с коронавирусом не помогают на этой неделе в отдельные районы донбасса прибыло 210 тонн гуманитарной помощи 110 от красного креста и 100 от россии в основном речь идет про медицинское оборудование и средства для борьбы с коронавирусом в то же время сми группировок лнр и днр радостно поприветствовали прибытие лишь российской гуманитарки другую помощь там предпочли не заметить россия привезла в днр необходимое оборудование для лечения коронавируса в очередном 103 гум-конвой прибыли аппараты ивл белые грузовики снова в донецкой народной республики в этот уже 103 раз 12 камазов везут жизненно необходимое оборудование почти 80 тонн лекарств препаратов и медицинское оборудование в республику прибыл 103 конвой мчс россии вот тут ничего необычного это происходит системно например недавно швейцария предоставил помощь борьбе с коронавирусом обошлись короткая заметка на сайтах днр а где же сюжеты где расставленные по обочине люди со швейцарскими флагами нет вот и я не видел а памятник гуманитарки от оон красного креста или других организаций тоже нет а зато российский есть как-то это идеологически неправильно что ведь по методичке кремля единственным спасителем и кормителем должна быть россия так незамысловато будто бы гречка перед выборами там пытаются за его завоевать сердца и умы жителей ордлов я уже не беру во внимание тот факт что международные организации согласовывают все свои передвижения с украинской стороной и проезжают через кпв на линии соприкосновения а россия возит свою помощь пересекая границу незаконно таким образом проверить что везут в этих фурах невозможно грустно осознавать что по прошествии 7 лет конфликта до сих пор есть нуждающийся гуманитарной помощи и таких по данным оон около 3 миллионов человек это существенная часть жителей донбасса больше половины у людей до сих пор может быть ограниченный доступ к услугам средствам гигиены медикаментом и даже продуктом или чистой воде также люди нуждаются в стройматериалов для восстановления своего жилья на этом фоне особо цинично выглядит помощь россии мало того что прослеживается целенаправленный пиар так еще и сам гуманитарный кризис возник из агрессивных действий арм и снова братская рукопомощь не что иное как еще один элемент пропаганды и гибридной войны в то же время есть вопрос и украинским властям а где же наша рукопомощь если мы знаем что в ордлов сложная ситуация с коронавирусом то почему нельзя добрым жестом передать врачам на той стороне необходимое лекарство оборудование все что может помочь борьбе с к видом и там же наши граждане мы понимаем специфику никаких прямых контактов но ведь можно же использовать посредника понимаю что там могут отказать но ведь можно попробовать президент владимир зеленский в рамках празднования дня защитника защитницы украины отправился на донбасс в целом ничего необычного посетил передовые позиции сказал поздравительную речь посетил несколько объектов и свежего еще одна программа называется на новое село примечательно что представил он ее в селе шульгинка луганской области которая будет пилотным в этом проекте ваших початок реализации великую великую и важливую реформы для украины как мы не знаете рик тому мы проехали украину и увидели в каком состоянии находятся наши села и селища что там нет простее сказать что там есть и это действительно можно пораховать на пальцах но для жизни для реализации своих прагнит для для того чтобы проводить и правильный час и вичевать и себе в селе так само яки в столице все в будь-якому месте нашу нашей державы не мать для чего ничего так ось початок перед вами пилот реализации цей реформы реформы украинского села по словам президента программа охватит 1060 поселков и громад украины что за программа она подразумевает под собой создание комплексных зданий где есть следующие сервисы центр предоставления админуслуг аптека магазин продовольственных товаров магазин мобильной связи почта сквер детские площадки а также первый в украине центр культурных услуг который является новым форматом сельского клуба шульгинки уже работают новейшая библиотека зоны для тренингов и семинаров зона с айти и робототехника внутренние и внешние кинотеатры фонари питаются солнечными батареями а в лавочках есть зарядки в общем цифровизация села я даже придумал слоган для программы каждой доярки usb порт для зарядки ну примерно так оно и будет группировки лнр разъяснили порядок подачи заявки на выезд через кпв станица луганска напомню ранее они изменили правила пресечения пункта пропуска только по заявке только по уважительной причине полный точный порядок действий оставлю ссылки в описании более подробно о работе кпв а также про нашумевшую на этой неделе тему окончание срока действия карточек банка куда приходят пенсии что теперь будет смотрите в нашей еженедельной программе донбасс сегодня для этого переходите по подсказке вверху экрана пишите в комментариях что вы думаете по поводу задержания боевика лнр золотом насчет освещения тем гум-конвоев а также про ситуацию с коронавирусом в вашем городе или районе ставьте лайк этому видео если оно вам понравилось так вы сделаете ролик более популярным а нам приятно ежедневно о том что происходит на донбассе по обе стороны линии соприкосновения мы рассказываем нашим телеграм-канале подписывайтесь также у нас есть instagram twitter и facebook конечно же сайт с вами был шеф-редактор сайта новости донбасса богдан каркачев до встречи друзья